Оксана спрашивает, есть люди, которые, идя к знаниям и познанию Бога, отказываются от обычной мирской жизни, соблюдая аскезу. Говорят, что это единственный путь, который дает силу для познания. Так ли это? Ну, возьмите два образа библейских. Иоанн Креститель, хотя он никого не крестил, и в то время сказать, что он кого-то крестил, это было произнести ужасную вещь, потому что крест в то время был орудием смерти, то есть на крестах осужденных распинали и приговаривали к мучению и к худую жизнь. Он омывитель, правильнее сказать, он омывал человека в воде. Иисус, Иоанн соблюдал аскезу, питался кузнечиками. Иисус такого образа жизни не придерживался. И что он ниже Иоанна, каждый, конечно, выбирает себе свой путь. Это его жизнь, его судьба, и он в ней сам себе хозяин. Если кому-то хочется так пожить, в земляночке, и питаться кузнечиками, это его право. Их в древности звали акриды. Питаться акридами. Он может это делать, но кто же не может запретить. Мне почему-то не хочется. Вопрос. Безмолвие ума. Есть ли это нужное условие для его работы? Ну, в общем, да. Мы проходили тоже такую стадию, когда надо было угасить в себе все свои мысли. То есть опустить от них. Потому что в нас тогда начинает вливаться голос Создателя. Голос Создателя очень тихий. Он громко не разговаривает. Чтобы его услышать, надо опустить от своих, ну, как бы, словомешалок. Потому что у нас все время там как слова крутятся, мешают что-то услышать. И вот это на состояние действительно необходимо. Я, честно говоря, приготовил сегодня дополнительную технологию. Причем это луч тоже из будущей книги о гипербореи. То есть это того плана уже нового развития. Потому что сейчас гиперборейский проект возвращается. Он оказался самым устойчивым. Возвращаются четыре рода, которые его начинали. Арейцы, деарейцы. Славяне, русские. Вот эти все рода начинают действовать вновь. То есть этот проект в условиях земной эволюции оказался самым перспективным. И был принят. Ведь здесь на земле это истальничное поле идей. Правда, некоторые его превратили в рестальничное поле прямой войны. Но это так не планировалось. Это все-таки поле идей. Вот идея гипербореи одержала в этом как бы рестальничном сражении победу. Она принята создателем. И утверждена. Редактор субтитров А.Семкин